Наша страна это одна из двух ядерных сферодержав. Стратегическая стабильность это прежде всего качество стратегических отношений России и США. Все другие семь ядерных государств относятся к этому, так сказать, сбоку припёка. Но для нас это самое главное, потому что стратегическая стабильность является связующим звеном между ядерным сдерживанием и мы, и США проводим политику ядерного сдерживания, имеем соответствующее вооружение, а с другой стороны безопасность. Вот связующее звено между безопасностью и ядерным сдерживанием это стратегическая стабильность, на которой основываются вот уже полвека ведущиеся переговоры между Советским Союзом и США, потом между Россией и США, по ограничению и сокращению стратегических наступательных и иных вооружений. Когда был Трамп, у нас почему-то очень многие его любили, на самом деле никто так много не сделал для разгрома всей системы контроля над вооружениями и стратегической стабильности, которая лежит в основе этой системы, как администрация Трампа. Я не буду перечислять все договоры, которые он разрушил, их много. Новая администрация в лице Байдена пришла с обещаниями, что некоторые из разрушенных договоров и соглашений они постараются восстановить. На это нам стоит надеяться, но в то же время понимать, что это будет непросто. Потому что, во-первых, помимо стратегических вооружений, стратегической стабильности, в России и США многое из других интересов в мире, и политических, и экономических, и ценностных. У нас разные истории, разные идеологии. И эти интересы зачастую сталкиваются. У нас много противоречий. И эти противоречия могут затруднять переговоры по ограничению стратегических вооружений. Самый главный, единственный оставшийся здесь договор, СНБ-3, который Трамп не согласился продлить на пять лет, его можно один раз продлить на пять лет, вот он должен быть спасен. А насколько это легко будет сделать с новой администрацией при всех ее обещаниях, и тем более начать переговоры о следующем договоре, это пока не ясно. Продолжение следует...